МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Наталья Соколовская. Сегодня в выпуске. Можешь и предназначение погибло было до совершения преступления. В Борисовском центре Витебской области подорожал проезд в гражданском транспорте. Друга не купишь ни за какие деньги. Своими деньами с их не видишь. В Витебске выбирали самых изгибких и артистичных. Неразделенная любовь стала поводом для совершения преступления. Прокуратурой в Витебской области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Витебской области, который пытался убить даму своего сердца. Подробности в нашем сюжете. Житель города Витебска, расставший с женщиной, которая питала сильные чувства, не смог смириться с произошедшим. Все попытки вернуть даму сердце успеха не принесли. Поэтому мужчина избрал радикальный способ решения возникшей проблемы. Женщине был поставлен ультиматум. Если не согласится быть вместе, убьет сначала ее, а потом себя. Эти слова женщина всерьез не восприняла. Однако на следующее утро обвиняемый встретил ее в подъезде и произвел выстрел из ружья 16-го калибра в область грудной клетки. После чего с места происшествия с оружием скрылся. Ну, как говорят в народе, родилась женщина в рубашке, поскольку огнестрельное ранение не причинило ей настолько серьезных повреждений, каких могло бы причинить. То есть, внутренние органы задеты не были. Женщина выжила, чувствует себя сейчас нормально. Обвиняемого задерживали с участием сотрудников ОМОН. Вину в своем совершенном преступлении он не признал. То есть, умысел на совершение убийства отрицает. Ну, вместе с тем суд разберется. Татьяна Савлевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». В Витебской области подорожал проезд в городском транспорте. Соответствующее решение сегодня опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Теперь за поездку в городском транспорте пассажиры должны будут отдать 50 копеек. На экспрессных маршрутах 60 копеек за одну поездку. Фиксированный тариф на городские перевозки ручной клади составит 45 копеек. Также повысится и стоимость проездного билета многоразового пользования. Говорят, друга не купишь ни за какие деньги. Тогда его можно украсть. Докшицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары из Полоцка, которая мошенническим путем завладела померанским шпицем и йокширским терьером. В июне этого года 25-летний безработный житель Полоцка взял в долг йокширского терьера у заводчицы породистых собак из деревни в Докшицком районе. Однако деньги за пушистого зверька мужчина так и не вернул. Объявление о продаже щенков обманутая женщина размещала на своей странице в социальной сети. Плачанин обещал отдать необходимую сумму денег через месяц. Собачку стоимостью более 450 рублей он якобы планировал подарить жене на день рождения. Впоследствии семейная пара, ведя переписку с другого аккаунта, таким же образом завладела еще и померканским шпицем за 680 рублей. Достигнув договоренности о том, что денежные средства за собаку будут переданы позже, женщина забрала щенка померанского шпица и уехала. И после этого семейная пара перестала отвечать на телефонные звонки заводчицы и удалила аккаунты из социальной сети. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении мужчины и женщины, которые завладели щенками. Это мошенничество совершенной группой лиц. Щенков вернули заводчицы. Расследование уголовного дела продолжается. Татьяна Савлевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Есть такое выражение «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Наша съемочная группа на этот раз выяснила у жителей Витебска, участвуют ли они в наведении порядка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, принимали ли вы когда-нибудь участие в субботнике? Да, конечно. Когда была советская власть. А сейчас? Ну, пока еще не было такого распоряжения. Ну, а сами добровольно? Добровольно. Возле дома, да. Наводите порядок себя во дворе? Ну, конечно. Ну, там, где мусорят другие, я не желаю подметать. Это было еще в школе. В девятом классе мы прибирали территорию школы. Да, в школе было пару раз. Конечно, да. Это же для себя. Потому что выполняя работу в процессе, свою основную работу, где-то учреждение, на участке, конечно, не хватает времени так, чтобы достойно выглядела и территория, и окружающая, и само учреждение, и само все. Конечно, однозначно. Конечно, я на работе постоянно в субботнике есть. Конечно. Тысячу раз. Ну, конечно. Принимал. Как вы считаете, субботник – это важное мероприятие? Да, конечно, это, безусловно, важно, потому что нужно поддерживать город свой в чистоте, потому что все мы живем в этом месте, и как бы надо уважать не только себя, но и всех остальных. Поэтому не мусорить, прибирать за собой, да. Конечно. Нужно принимать активное участие в уборке и помогать. Ну, важно, конечно. Чище город. Дворники все не успевают. Ну, это важно, конечно, как общественная работа. В этой субботы, 21 октября, состоится городской субботник. Будете ли вы в нем принимать участие? Интересный вопрос. Если пары позволят, то почему бы и нет? Да. Я даже не знала про него. Скорее всего, да. Прямо участие. Потому что, ну, не знаю, что будет в субботу. То есть, может, какие-то дела будут. Поэтому, если свободен, то, возможно, да. Скорее всего, нет. Я в субботу не в городе. По этой причине. Ну, во дворе моего частного дома я участвую, конечно, как вся моя семья. Ну, я житель района, поэтому, да, однозначно. У нас тоже объявлено, в нашем сельском совете тоже объявлен субботник. Мы тоже будем там участвовать. Есть такое выражение. Чисто там, не там, где убирают, а там, где не мусорят. Своими деньгами сыт не будешь. В Витебске пожилой мужчина в магазине ограбил ребенка. Против него возбуждено уголовное дело. Пенсионеру грозит штраф или до пяти лет лишения свободы. Материалы дела изучила Инна Ширкевич. Днем 8 октября 9-летний мальчик по просьбе родителей зашел в магазин за продуктами. Четвероклассник купил все необходимое и складывал вещи в пакет. Перед уходом ему оставалось только забрать оставленную продавцом сдачу. Прямо в этот момент к нему подошли двое пожилых мужчин. Ребенок сходил в магазин, после чего пришел домой. Был впечатлен тем, как к нему подошел мужчина. С просьбой дать денег. На что ребенок сказал, что мне мама не разрешает давать деньги. И мужчина самовольно взял у ребенка сдачу. 80-летний пенсионер попросил у ребенка пять рублей. В ответ на это он услышал отказ. Поскольку у него, как говорится, горели трубы, он схватил их без разрешения. Четвероклассник попытался вернуть деньги, но его вежливо отправили домой. Сразу же после этого закадычные друзья на эту сумму взяли себе спиртное. Зашел в магазин. С другом со своим? А? С другом со своим? Да. Так. Ну там стоял парень. Угу. Я попросил его пять рублей. Угу. Ну, я взял у него пять рублей и на завтра ему отдал деньги. Отличительной приметой искателя легких денег была его верхняя одежда. Просмотрев видеокамеры, сотрудники Первомайского РОВД быстро нашли преступника. Он вместе со своим напарником часто крутился возле того магазина. В ходе выбытия на место преступления с помощью камеры видеонаблюдения было установлено, что указанное преступление совершило лицо пенсионер 37-го года. Впоследствии был найден житель того района, недалеко от совершения места преступления. В отношении его по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1-206. Впоследствии был отключен под подписку. Максимальное наказание, которое может ожидать пожилого мужчину – до пяти лет лишения свободы. Однако, поскольку он ранее не был судим, раскаялся в преступлении и возместил ущерб, то, скорее всего, он оделается штрафом. Заходя в магазин, держите свой кошелек покрепче. Там может оказаться человек, которому срочно необходимо утолить жажду. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». В Витебске выбирали самых гибких и артистичных. На протяжении двух дней, с 19 по 20 октября, прошли соревнования открытого Кубка города по спортивной акробатике. За победу бороли спортсмены из Витебска и российского Калининграда. Чем акробаты удивили жюри, знает Инна Ширкевич. Сабрина Антонова посвятила акробатике полжизни. Этим видом спорта восьмилетняя девочка занимается на протяжении четырех последних лет. На первенстве она представляла команду-хозяйку от Витебской специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва номер один. Туда на занятию Сабрина решила отдать ее мама. Очень нравится этот вид спорта. Отдала ребенка в четыре года заниматься акробатикой. Начинали с платных групп, но потом начало получаться, и тренер забрал у нас уже в женские групповые упражнения. На соревнованиях выступаем уже не первый раз. Сейчас подтверждаем первый юношеский разряд второй раз. Проводить такое первенство для отделения спортивной акробатики Витебской езды и шор номер один – традиция. Оно организуется ежегодно. Открыл этот учебный год Куба города. Позже пройдут соревнования областного этапа. Большая часть среди участников городского тура – дети от 12 до 18 лет. С этого года мы стараемся проводить соревнования, приглашая наибольшее количество участников. Сейчас к нам приехала команда города Калининграда в количестве 30 спортсменов. Главное у юношеских разрядов – это техника исполнения элементов. Это основной критерий для выбора, выхода на пьедестал. То есть дети чем чище делают, тем выше их оценка. Соответственно, чем выше оценка, тем выше будет место. Сама акробатика – очень зрелищный вид спорта. Ребята соревнуются в выполнении сложнейших акробатических упражнений. Часто они выступают в дуэте. Показывают и программы, где в номере участвуют от трех человек. Чтобы сделать такие упражнения, спортсменам нужны отличная равновесие и гибкость. Не менее важны артистичность и чувство ритма. Кубок города стал новым этапом для дуэта юношей из российского Калининграда. До этого они не участвовали в соревнованиях вне своего города. 15-летний Миша всего год назад после длительного перерыва возобновил тренировки. Его младший партнер Никита занимается акробатикой уже второй год. Я очень давно еще занимался акробатикой, но опять вернулся, я уходил. Вот сейчас год. Когда мы готовились, были сложные элементы, когда ты залезаешь, тебе говорят, ты без страховки и пытаешься это как-то сделать. Вот. Конечно, были падения, вот. Но без падения никуда не обошлось. Команда Калининграда приезжает на подобные первенства в город Надвине уже не в первый раз. Как отметил один из тренеров российских спортсменов, в дальнейшем они планируют приехать в Витебск в декабре на международные соревнования. Мы готовились с сентября, когда начался учебный год. Специально готовились на этот турнир. Сложности, конечно, были. Мы сюда приезжаем летом на сборы. Мы здесь уже готовились, начали летом заниматься с детьми. Мы сюда привезли 27 человек. У нас составы тройки. Мужские пары, женские пары и одна четверка имеется. Возрастные категории разные. От шести лет и до одиннадцати. В целом для юных акробатов такие соревнования стартовые. Это возможность для каждого спортсмена оценить свои силы. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершит наш выпуск. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok